В последний путь в Самаре и Нефтегорском районе Простились с летчиками, которые пилотировали разбившийся Як-52 Ничего не ответили, сказали, что у нас нет денег на ремонт вашего дома И снова обвал, горожане в течение месяца наблюдают, как разрушается стена их дома Эта трава растет на протяжении большого отрезка московского шоссе А им не все равно, в центре города косят дикорастущую коноплю Выяснились подробности исчезновения 18-летней Анны Бондаревой Есть версия, что перед случившимся у нее произошел конфликт с молодым человеком Я напомню, по имеющимся данным, девушка была на даче со своим парнем и одногруппниками в пятером Они сидели все вместе до трех часов утра Потом Анна осталась со своим парнем У них произошел конфликт, после чего девушка вышла курить Ее пропажу обнаружили утром Со слов друзей Анны, которые были с ней на даче, она вышла за калитку На данный момент официальных подозреваемых в уголовном деле нет Сейчас продолжаются активные поиски девушки К ним привлекаются добровольцы Изучена сама ситуация, изучена сама девушка, изучены условия, в которых она жила Как могло такое произойти? Опрашиваются лица, сегодня уже будут допрашиваться, ввиду того, что дело возбуждено Уже следственным путем все это будет решаться Борьба с градусом с 1 августа в регионе вступает в силу новые ограничения на продажу спиртного Теперь по воскресеньям пенящие напитки можно будет купить только до 5 часов вечера Об этом журналистам рассказал начальник областного главка Сергей Солодовников Мера должна способствовать отрезвлению общества и уменьшению числа уличных преступлений Александр Семенов продолжит Проверка торговой точки в Самаре Магазин расположен на улице Аэродромной Здесь продавали алкоголь без лицензии и без сопроводительных документов За данное правонарушение индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности Такие рейды сейчас проходят по всему региону Из незаконного оборота изъята алкогольная продукция общим объемом более 57 литров на сумму свыше 25 тысяч рублей В регионе закрываются рюмочные и закусочные, расположенные на первых этажах жилых домов Кроме того, перестали работать около 150 незаконно стоящих киосков Уровень уличной преступности удалось снизить В частности, стало меньше грабежей и разбоев Их совершают нетрезвые граждане Порой они идут на преступления даже из-за небольшого финансового куша Чтобы было на что выпить С этими факторами идет активная борьба в регионе Алкоголизация общества шла такими темпами, что развитие лимпинизации и марганализации общества По сути, стало обрушать сознание жителей Самарского губерния Во многом вижу проявление огромного фактора нигилизма именно в вопросах алкоголизации общества Что способствовало во многом развитию сегодняшних факторов нигилизма И совершению тяжких преступлений на улицах нашего города Улицы патрулируют более 550 нарядов народной дружины Борются и с подпольными цехами по производству некачественного алкоголя Эти составляющие должны изменить сознание общества в целом С 1 августа алкоголь можно будет купить в воскресный день Только до 5 часов вечера За этим будут следить правоохранители В случае нарушения штраф на физическое лицо предусматривается в размере от 3 до 5 тысяч рублей За повторное нарушение финансовое наказание будет значительно увеличено Александр Семенов, Эдуард Растигаев, СТВ В Самарском регионе простились летчиками, которые пилотировали Як-52 В минувшую субботу во время учебно-тренировочного полета Двухместный самолет авиашколы ДСААФ упал в огород частного дома в селе Утевка Последний путь проводили пилота Сергея Балабаева и главного конструктора завода авиаагрегат Михаила Козлова На гражданской панихиде был наш корреспондент Авиакатастрофа унесла жизнь Михаила Козлова на взлете Ему было всего 43 года А летный стаж составлял 20 лет По профессиональным меркам уже довольно много Михаил входил в состав сборной команды ДСААФ Самарской области И имел звание кандидата в мастера спорта У Козловых летная династия Мама была в сборной СССР Вместе со Светланой Савицкой принимала участие в мировых чемпионатах по высшему пилотажу Сын Михаил пошел по ее стопам Если он сам выбрал, значит, наверное, он очень хотел Наверное, он узнал, что у него мать такая известная женщина Он, наверное, тоже хотел быть таким же Вместе с Валерием Безрученко и руководством областного ДСААФ Михаил Козлов создавали пилотажную группу Которой самарцы не раз восхищались на различных праздниках Он летал очень великолепно Как у нас частенько говорят, летал как бог Поскольку ему уровень доверия, особенно в групповом пилотаже Где расстояние между элементами самолетов находится уже в десятках сантиметров Конечно, любые действия, любые исправления, ошибок, они очень опасны Я могу сказать, что Михаилу я доверял больше всех На этом видео, снятом очевидцами, последний учебно-тренировочный полет легкомоторного Як-52 Его совершали для подготовки к грядущим соревнованиям Набор высоты, потери скорости при перевороте Это стало основной проблемой Штопор с затянутым выходом Расстояние между небом и землей измерялось считанными секундами, не больше десяти Причина трагедии – человеческий фактор Сейчас это основная версия Михаил Козлов находился на месте инструктора позади Сергей Балабаев впереди В самолете было двойное управление Сразу несколько грубых ошибок в пилотаже отмечают летчики со стажем Что совсем не похоже на их профессиональных коллег по цеху Которые вовремя не смогли исправить ситуацию Смертельной оказалась мертвая петля Точнее, полупетля Что там было? Борьба двух пилотов О том, чтобы один тянул, условно, ручку в одну сторону, другой в другую Или один летчик не исполнял команду другого Но это мое ощущение Расследование проводится в рамках уголовного дела по статье Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта Повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц Трагедия в Утёвке лишь по случайному стечению обстоятельств Не привела к многочисленным жертвам на земле В огороде, куда рухнул Як-52, на тот момент никто не работал Местные жители до сих пор в шоке До случившегося они не раз наблюдали С какой четкостью и энтузиазмом Летчики выполняли рискованные фигуры высшего пилотажа Одного из погибших пилотов 52-летнего Сергея Балабаева Многие жители Утёвки знают лично В селе живет его мать Он был постоянным участником спортивных фестивалей и соревнований С которых непременно возвращался с победными кубками Летали все уважаемые люди Они все были сильные Ощущения лучше, их не бывает На земле таких ощущений не бывает С погибшими сегодня простились и сотрудники завода авиаагрегат Где один из пилотов Як-52 Михаил Козлов С 2002 года был в должности главного конструктора Это не просто гениальный инженер Это не просто наш любимый главный конструктор Это человек, это душа коллектива Дела начатые совместно Мы обязательно продолжим и завершим В Нефтегорском районе на месте трагедии Продолжают работать специальные комиссии исследователей Дина Сметанова, Владимир Терентьев, Анастасия Шамшурина, Ирина Игнатьева, СТВ Жители дома 44 по улице Рыльской наблюдают, как разрушается стена их здания Граждане еще в прошлом году уведомляли различные инстанции об аварийной стене Но к их жалобам тогда не прислушались Теперь кирпичная кладка рушится еженедельно С жильцами пообщалась моя коллега Екатерина Калантаевская Жильцы дома по улице Рыльской 44 ведут фотоотчет о том, как преображается фасад их зданий в течение месяца Стабильно раз в две недели кирпичная кладка дома обрушается Очередное ЧП случилось за несколько минут до приезда нашей съемочной группы Как рассказывают жильцы дома, впервые они обратились в управляющую компанию жилищной услуги Когда на кирпичной кладке только появились огромные трещины Но, увы, строители так и не появились Мы обращались в 2014 году в жилищную инспекцию Жилищная инспекция обязала управляющую компанию установить маячки, чтобы зафиксировать обрушение Но действий у нас никаких предпринято не было На днях специалисты жилищной инспекции посетили проблемный дом Чтобы очередной обвал не привел к человеческим жертвам Территорию обнесли оградительной лентой и повесили предупредительную табличку Больше ничего не предпринято Нужно вызывать комиссию Чтобы экспертизу делать В каком состоянии дом 200 тысяч эта экспертиза стоит У них денег нет Говорят, давайте возьмем из капитального ремонта А потом мы на что будем ремонтировать Переживание граждан понять можно Ведь обрушение стены это только часть проблем Дом нуждается в капитальном ремонте Замене водопровода и многое другое С марта и 12 августа записались на прием в жилищную инспекцию В каком состоянии окажется здание к этому дню предсказать сложно Катерина Клантаевская, Олег Павлов, СТВ Под пристальным вниманием на Южном мосту Сотрудники ГИБДД и Управление автодорожного надзора Проверяли автобусы, следующие по пригородным, междугородним и международным маршрутам Это вызвано участившимися случаями аварии с участием автобусов Только по вине их водителей с начала года произошли 66 ДТП Три человека погибли и более сотни получили травмы За рейдом наблюдал Дина Сметанова На этом «Мерседесе» пассажиры из Оренбургской области так и не доехали до Самары Пришлось пересаживать в другие автобусы Выход в рейс без лицензии – не единственная претензия полиции и инспекторов отделения технадзора к водителю Как так получилось, что вы выехали на линию без путевого листа? Есть путевого листа Без предрейсового медицинского осмотра, без предрейсового технического осмотра? Есть путевого листа, есть, правда, было Водителю грозит штраф до 2000 рублей Должностным лицам до 10, юридическим до 400 Особое внимание наличию и работоспособности тахографа Прибор позволяет определить время работы водителя в рейсе В случае нарушения штраф до 3000 Должностное лицо обяжут заплатить до 10000 А этот водитель следует по маршруту во время обеда Так поставила мне путь в диспетчер А вообще отсутствие отдыха, оно утомляет, сказывается на водительских качествах? Да, ну, мне как-то не сказывается С начала года на пассажироперевозчиков, игнорирующих те или иные правила Составили более 15 тысяч протоколов В том числе на водителей маршруток, самовольно изменивших конструкцию салона и количество мест Будет уже перегруз, нагрузка более будет смещена Центр тяжести будет смещен И уже водителю непосредственно самому будет тяжело управлять Как-то нагрузка пойдет, как правило, на правую сторону И уже способность к опрокидыванию будет больше и чаще Будем очень жестко контролировать пассажироперевозки в этой студии Рейд это не последний, такой проводится, это периодически будет проводиться мероприятие ежедневно Владельцам автобусов рекомендуют со всей серьезностью подбирать водительский состав Готовить в рейс документацию и транспорт Дина Сметанова, Владимир Терентьев, СТВ Сейчас прорвемся и вот о чем расскажем во второй части программы Помощь молодой маме самарские спортсмены решили поддержать нашу коллегу Наталью Бутузову Продолжаем выпуск Активные самарцы помогли уничтожить почти 10 гектаров дикорастущей конопли На запрещенные растения вдоль московского шоссе обратили внимание жители города и члены общественных советов сразу двух микрорайонов В ближайшем будущем территорию благоустроят, а пока покос нелегальной травы продолжается Считается, что в такой траве, самовольно выросшей в российской глубинке, сильнодействующих веществ мало Но хоть и дикая, это все же конопля Обнаружив растения, администрация района и активные общественники оперативно предприняли меры К нам в общественный совет вступали жалобы от жителей по поводу произрастания дикорастущей конопли И вот мы все вместе собрались, обратились в администрацию, нам помогли и мы убираем сегодня, завтра, наверное, закончим Собирают коноплю в основном молодежь, это большая проблема и с ней надо бороться Бдительность неравнодушных горожан помогла быстро ликвидировать вредные растения Участок земли, где сейчас косят траву, будет благоустроен Трава растет на протяжении большого отрезка московского шоссе Она в том числе вызывает аллергическую реакцию и у детей И это очень сильно является большой проблемой для жителей Мы вместе с общественным советом соседним решили организовать это мероприятие по козу травы Представители общественных советов микрорайонов, созданных благодаря реформе местного самоуправления Регулярно общаются с городскими властями Заверяют, что насущные проблемы жители решаются при использовании такого механизма быстрее В том числе это касается и сферы благоустройства Следующим шагом реформы станет формирование районных советов депутатов Выборы в которые пройдут 13 сентября Пополнение рядов В Самарском учебном центре Федеральной противопожарной службы Состоялась торжественная церемония представления молодых офицеров Которые завершили в этом году обучение в вузах МЧС России Десять впускников из Москвы, Санкт-Петербурга и Иванова Пополнили ряды подразделений Главного управления МЧС по Самарской области Слово нашему корреспонденту Александр Курушев, один из десяти офицеров Который попал по распределению работ в МЧС по Самарской области Молодой человек признается, что с самого детства мечтал стать спасателем Ведь это самая мужественная профессия Служить в Самарском гарнизоне пожарной охраны Это для меня честь Потому что я все пять лет учился Стремился к этому И вот, собственно, я здесь И очень горд и рад, что я здесь Как известно, профессия спасателя нелегкая Ежедневно они видят то, чего не сможет вынести обычный человек Каждый сотрудник МЧС прошел специальную подготовку Помимо физических данных, от него требуется и психологическая устойчивость Когда вся подготовка ставится именно на традициях МЧС России На опыте МЧС России На тех славных делах, которые сделаны МЧС России На опыте ликвидации чрезвычайных ситуаций Конечно же, выпускники приходят подготовлены на голову выше На порядок выше, чем выпускники учебных заведений, где имеются кафедры Сейчас они стали офицерами, получили новые должности И, соответственно, круг задач их расширился, повысил соответственность Вот уже с этим грузом ответственности Им нужно адаптироваться, справиться И уже принимать те решения, которые их от них ждут Всего в этом году ряды спасателей должны пополнить 24 выпускника вузов Сейчас за каждым новичком закреплен наставник Который поможет адаптироваться в коллективе и правильно скоординировать работу Это ускорит процесс профессионального становления молодых специалистов Петерина Контаевская, Николай Сидоров, СТВ Историки называют его великим, русская православная церковь, святым равноапостольным А народ Владимиром Красносолнышко 28 июля русская православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира По всей России идут торжества в честь тысячелетия со дня его земной кончины Этот день отмечается и как праздник крещения Руси Самара не осталась в стороне от столь почитаемого события Для храма на проспекте Металлургов праздник престольный Храм был реконструирован и в 1999 году освящен во имя князя Владимира Прославленного в лике святых как равноапостольный Раньше это было здание детского сада, но о детях здесь не забыли При храме работает воскресная школа 28 июля и взрослых, и детей, и священнослужителей Объединило прославление ключевого исторического события Связанного с именем святого князя Крещение Руси в 988 году Прихожанка Елена Романова в числе архитекторов, благодаря которым храм князя Владимира преобразился Это великий человек, который привнес в нашу жизнь именно христианство И в каждом сердце просыпается вот эта вот любовь к своей родине Раньше мы были язычниками и дикарями Большой шаг мы сделали Ради князя мы стали как люди цивилизованные Ну, веру приняли и крещение Не зря, наверное, его называют Красным Солнышком Поэтому, наверное, его так все, ну вот, действительно продолжают любить Сын киевского князя Святослава и внук равноапостольной княгини Ольги Владимир в 17 лет княжил самостоятельно Первые 6 лет провел в походах, объединяя Русь В итоге стал единодержавным князем Руси Сам он принял христианство, потому что это было условием брака с византийской царевной Анной Когда Анна прибыла в Херсонес, Владимир внезапно ослеп Царевна предложила немедленно креститься, во время чего князь прозрел Вернувшись на родину, князь Владимир выбрал православное христианство В качестве государственной религии Он на века предопределил духовные судьбы православного русского народа и русской церкви Все, кто принимал активное участие в развитии Самарского храма в честь святого князя Владимира Получили благодарственные письма и символичные подарки Дина Сметанова, Владимир Терентьев, СТВ Самарские спортсмены решили поддержать нашу коллегу Наталью Бутузову Я напомню, молодой мамы диагностирован тяжкий недуг Фиброз третьей степени при гепатите С На лечение девушки нужны немалые средства Сейчас идет сбор денег Волжские атлеты проведут благотворительный мастер-класс по многим видам спорта Подробности в сюжете Александра Семенова Такое увидишь не часто в одном небольшом спортзале Настоящие чемпионы это представители кикбоксинга, смешанных единоборств Бразильского джиу-джитсу, панкратиона, армейского рукопашного боя, грэплинга и тайского бокса Эти крепкие парни решили проявить себя не только в ринге и на татаме Решили человеку помочь, с ребенком тем более Плюс сейчас ребят собираем летом, чтобы они не расписали И в социально значимых акциях участвуют Ромес Терегулов чемпион Европы по панкратиону Это видео с финального поединка самого престижного турнира Старого Света Волжанин не оставил никаких шансов своему сопернику Молодой боец, мастер спорта по трем видам боевых искусств Регулярно выступает в поединках по правилам смешанных единоборств Собраны лучшие тренера Самарской области Конкретно я буду делать семинар по ММА, панкратиону, боевому самбо Покажу лучшие приемы свои, поделюсь какими-то своими фишками Отвечу на любые вопросы по самообороне Семинар по боевым искусствам и самообороне пройдет в эту пятницу В 7 часов вечера по адресу улица Строителей, дом 1 во дворце Металургов Для того, чтобы помочь девочке собрать деньги на лечение Это самая главная причина, самая главная задача наша Что будет нам на семинаре, на мастер-классе, что будете показывать? Ну мы по кикбоксу, по тайскому боксу будем показывать небольшую технику ударов Технику защиты Вход на семинар по боевым искусствам свободный Однако в рамках мастер-класса будут собираться деньги на поддержку Натальи Бутузовой Все желающие смогут помочь молодой маме в борьбе с тяжким недугом Александр Семенов, Олег Павлов, СТВ 2 августа железнодорожники приглашают самарцев отметить свой профессиональный праздник Народные гуляния открываются в полдень на площади Куйбышева Работа и тематических площадок Позже начнет работу фото-выставка В 18 часов торжественный митинг, а в 18.30 праздничный концерт с участием звезд российской эстрады Выступят Би-2, Айова, Серебро, Ромарио Также перед самарцами выступят Нюша и Дмитрий Маликов В 22.45 на площади Куйбышева будет праздничный фейерверк У меня на этом вся информация Далее смотрите прогноз погоды В завершении выпуска напомню адрес сайта георгий Лиманского ГСЛиманский.ру Читайте наши новости первыми в социальных сетях В группах СКАТ СТВ Самара И заходите на сайт радиокомпании СКАТ На этом я с вами прощаюсь Всего доброго Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok